Здравствуйте, туристы и милитаристы! Буквально вот сразу, один за одним, только что я отстрогался ножом Ильмари Северная Корона. Очень мне все понравилось. И сейчас вот у нас Матти. То же самое полежка, сухая ольха. Посмотрим, посмотрим, что у нас получится. Сталь разная, там был злодинокс, здесь у нас 95-ка. Сейчас мы тебя поставим так, чтобы... Да пофигу, вот таким вот образом и поставим. Так, поехали! Кто не видел Ильмари, повторюсь, что если у вас с одной монтаж на рукояти, не батоньте никогда и ни при каких обстоятельствах. А если уж пришлось, тогда старайтесь максимально снять нагрузку с клинка. То есть, никогда не фиксируйте рукоять сильно в руке. Здесь, конечно, деревяшечка такая сухая, сухенькая, я бы сказал, что особо толку не получилось. Есть еще один момент. Сейчас я просто вот так раскалю, чтобы у меня были досочки для... Ну, то есть, вот, бессмысленное издевательство над ножом. Сейчас мы закончим. Мне просто нужны досочки еще для того, чтобы фолдеры тестировать. Ох, с таким звоном прям, как реально, как будто от топора. Так, а почему бы и нет? Вот у нас, давайте смотреть, что получится. А что получится, потом, как говорится, на том и женимся. Вот так. Ох, хе-хе-хе. Раззудись плечо. Спокуха, ты рукояти-то немножко оставь хотя бы. Видите, такими вырезающими, круговыми. Приходится уже легкими движениями, потому что как-то он слишком резко взялся. И у меня появился риск просто остаться без рукояти для моей лопаточки. В принципе. Почему некоторые говорят рукоятка? В чем ваша проблема? Говорите тогда уж ручка. У нас же рукоять. Не надо здесь вот этих вот рукоятка. Я хотел сейчас сказать, я ясно выражаюсь, товарищ директор по развитию. Есть один харизматичный персонаж, который любит говорить рукоятка. Я каждый раз, как я смотрю, у меня аж внутри протестное движение какое-то. Так. Здесь у нас затыка в чем? В том, что для того, чтобы просто строгать, ну слишком толстая доска получилась. И сейчас я постараюсь просто вот такими именно рубаночными движениями как-то снять. Особенно мне нравится, знаете, если я говорю, что у меня там рука подустала, предплечья забились, кровью налились. Сейчас мимо там пизда не идут, вылупились на меня, как пиздец какой-то. Я это сказал слух. Ну вот. Говорю, что у меня рука подустала, предплечья забились. Или наминает, или еще что-то. Там складной нож наминает, предположим. И комментарии просто фееричные, просто не буду говорить кто. Че ты как баба? Что значит устала? Что значит наминает? Что значит там неудобно? Че ты ноешь? Думаю, ну ты дебил. Вот реально, по-другому не скажешь. Потому что, во-первых, это как бы не просто вырезание, это не народное творчество. Канал-то, бля, не по изготовлению лопаток. И я как бы, алло, не умею это делать. Я просто объясняю, нож удобный или неудобный. Дело не в том, могу я это терпеть или не могу это терпеть. Ну, а по поводу забитых предплечий, это просто сказывается именно на самом процессе. Процесс становится, ну, то есть, сама по себе рука идет тяжелее. Тяжелее идут какие-то мелкие движения рукой. То есть, я вообще не хочу, чтобы меня кто-то там пожалел. И нет-нет, время от времени такие вот идиоты, они действительно проскакивают. Так, ладно. Давай, мать те. Просто, просто рубанок. И вот, бочонок в руке сидит, как в литой. Просто охренеть можно. Я, кстати говоря, удивился, почему в этом формате северная корона выпустила эти ножи. Почему вот она сделала именно эту тройку и не сделала классический норвежский нож, именно, который вот берут норвеги в лес, чтобы там что-нибудь повырезать. И вообще с собой как бы там, начиная от грибов и заканчивая промышленным сплавом леса по рекам. Это именно плюс-минус такой же бочонок. О, зацепил чуть-чуть, я его ругнул. Я ж тебя любя. Где-то, вот, норвежский нож, скажем так, это именно где-то на палец, короче, рукоять, но такая же именно толстая и прочее. И клиночек вот такусенький. Наверное, просто потому, что чисто маркетологи Северной короны и империи ножей рассчитали, что не пойдет, покупать не будут. Нет у нас еще такой культуры небольших ножей. Вот, пожалуйста, залезаю в карман. Вот, без всякой балды. Ни рояль в кустах, ни для того, чтобы кому-то что-то доказать. Элдрис всегда в кармане. Когда выхожу куда-то именно прогуляться между сосен. Ну что, синие блузы. Мы помним, какая была толщина досочки? Вот так вот под разговор у нас все это и произошло. Вся любовь и произошла. невероятно приятственно. Я даже могу сказать, что я на кухонном тесте отметил тот факт, что Игмари был заточен лучше, чем Матти. Ну вот здесь во-первых, 95-я себя ведет просто шикарно. Просто идеально ведет себя сталь. Значит, во-первых, вот мы подрезали. А все, трещинка есть. То есть, это все равно на растопку. То есть, 95-я ведет себя шикарно. И несмотря на то, что этот нож второй по очереди, он даже, наверное, удобнее. Он просто охренительно удобен для всяких вот таких вот дел. Так это и то, ребят. Я сейчас на камеру судорожно как-то дергаясь, стараясь как-то по времени особо вас здесь около экрана не задерживать и прочее, и прочее, и прочее. А если ты действительно вот где-то так вот тебе торопиться некуда, просто сел на пенек. Шел, 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 шел. Снял рюкзак. Сел на пенек. Передохнуть. Ноги отдыхают. Рукам давай работу. Где-то себе какую-то веточку нашел. Спокойно помедитировал. И вот этот вот именно кайф бочки его ни с чем не сравнить. Просто ни с чем не сравнить. Ну, вот вам опасная, травмоопасная рукоять. Хоп! Просто берем палец сюда, ставим на жопу и все. Сейчас заодно посмотрим. Деревяшка твердая, сухая, кончик у нас целый. Так, ну что? Стандартные твердые дисциплины. Скажем так. Это, кстати, очень здорово, что Империя Ножей прислала Мати в 95-й, а Илмари в Зладиноксе. То есть, именно здесь момент, как раз таки, если я вот сказал, кухня не дает никакой разницы между сталями, там она не успевает просто себя проявить в кухне. Но это если не резать там, я не знаю, капусту, не шинковать там прям десятками килограммов. Но вот деревяшки, даже на таком коротком тесте, они все равно стали дают возможность даже не проявиться, а обосраться. Если что-то не так, то сразу же все моментально садится, видно и прочее. И вот совершенно достойно себя ведет нож. Невероятно удобная рукоять. Она просто все как по классике. Северная корона. Ребята, вот вам оливка просто Олей. Для Оли. Какие Оли, сказала мне Юля. Ребята, северная корона. Я понимаю, что все равно решение за вами, потому что это ваши деньги. Но вот именно в лучших традициях что-то типа а-ля Хелли или вот что-то такое. Совсем небольшой какой-то вот такой огрызочек. Блин, ну это будет просто любовь. Чуть-чуть на сантиметр. Ну вот я беру где-то да. На сантиметр я думаю, что если сделать полтора покороче рукоять на это сильно никто не обидится при том же объеме. И именно вот такого карапета для того, чтобы вот строгать и наслаждать себя. Вот у нас бокс. я просто заровнял вот этот кусок который был покусан множественно другими ножами. Я его заровнял. Браво! 5 баллов. Вообще вообще не вопрос. Очень-очень все здорово. На самом деле оба ножа понравились. Сравнивать их достаточно глупо. Поэтому я это сделаю. Значит здесь давайте я хоть с вами поздороваюсь ребят, что ли. Уже два теста прошло. Я еще не посмотрел на свое отекшее лицо. Опять вчера был свободный вечер. Пиво, рыбка все взяла. поэтому не пугаемся. Привет! Так вот, если сравнивать эти ножи, слышите, да, как сейчас мне поменяли нож? Это был один раз от какого-то зрителя реально прилетел тапок, что ты почему у тебя не одним дублем, ты одним ножом типа нам тут показал, построгал, а другим ножом там бумажку порезал и показал. По-моему, это был даже какой-то фолдер. Ну вот, как раз сейчас успели заменить мне матьи. Так вот, я могу сказать, что они оба великолепны, удобны. Самое главное, вот, пожалуйста, все-таки видите, здесь у нас сейчас, секунду, Илмари где-то зацепил. Я думаю, что это именно вопрос случая. Почему? Потому что Илмари у нас, как вы помните, он встретил просто нинческий сучок, конкретный такой. И, скорее всего, плюс-минус где-то там в районе этого сучка он получил свою отметку на кромку при этом пожалуйста пару раз в ножны это еще один повод сейчас мимо люди пройдут это еще один повод сказать, что я действительно я только что сделал тест Илмари вырезал сейчас погодите ребят один момент один момент никуда не уходите вырезал вот такой вот ножик для масла значит и там была вот такая вот дурочка внутри и после первого теста вот этого ножа Илмари я два листа бумаги порезал и у меня оба листа совершенно в четком в одном месте нож дал зацеп то есть резал ровно потом рванул бумагу и дальше дорезал вот сразу после этого буквально сразу после этого я протестировал Мати Мати сейчас резанул бумагу абсолютно честно красиво беру Илмари и он тоже режет бумагу классно ну что может подумать зритель ну конечно же успел поправить у меня с собой здесь бригада заточников мусаты и прочее и прочее ладно по ножам я сейчас не буду в руках крутить потому что здесь какое-то у меня пошло движение вокруг меня нездоровое скажем так вот по ножам оба очень красивые нравится Илмари берите не думайте нравится Мати берите не думайте нравится Тапио который ко мне не приехал берите не думайте потому что я уверен что если это в одном концепте это очень удобные ножи разницы я мастеру Нестерову сейчас говорю я конечно не мастер но разницы именно в полете по дереву режущей кромки то есть в ноль не в ноль я не заметил при этом я могу сказать что у меня практически уверенность есть что вот здесь вот сканди в ноль посыпалась бы кромка посыпалась бы никуда бы не делась особенно именно такая четкая в ноль вот здесь же ничего подобного не произошло поэтому повторюсь подводы каждый сам для себя решает ему нравится точить сканди берите ну в ноль именно берите в ноль по сути здесь это даже не сканди это просто низкие спуски с подводами но они скандинавского скажем так типа назовем это так вот и нравится точить обычные пожалуйста то есть по работе я разницы не заметил по устойчивости к выкрашиванию я могу сказать это это я уверен почему потому что чаще гораздо у меня выкрашивались ножи именно в ноль именно выкрашивались то есть их пришлось приходилось перетачивать ну и на самой разной столюке это здесь происходило и линза в ноль то же самое то есть эти этот способ скажем заточки он в любом случае более дуракоустойчив по поводу рукояти еще раз отдельный респект северной коронии за красоту карелки то есть это реально вот причем это не то что мне прислали самое красивое у нас ребята ходили на клинок и сказали что так оно и есть действительно очень красиво и вот немножечко самую малость мати мне больше в руку уилмари очень удобная рукоять но вот именно вот эта бочка у меня я думал что у меня на втором тесте рука еще больше устанет по факту она у меня отдохнула вот как есть при том что доска была на самом деле достаточно толстая все больше добавить нечего северная корона молодцы огромное спасибо за действительно такой вот очень очень классный такой сет и было бы здорово конечно такую карапульку сделать в том же самом зладиноксе или хотя бы в 95 увидимся ребят пока по всему я нечего в том же что все что это как то что это что так как